Интервью с российским политологом, специалистом по межнациональным конфликтам и экспертом по вопросам безопасности Евгением Михайловым. Как известно, уже несколько дней Армения начала стягивать к условной границе с Азербайджаном военную технику, начала создавать наступательные опорные пункты. К чему готовится Ереван, учитывая, что Баку настроен на подписание мирного договора? Ереван готовится к возможному решению силовым путем со стороны Азербайджана определенных вопросов. Это очевидно. Не соглашаясь выполнять договоренности, подписанные в 2020 году, Ереван пошел против мнения своего стратегического союзника, России. Он пошел навстречу западным партнерам, которые являются геополитическими врагами России. Армения готовится к военному противостоянию. И Баку нужно готовиться к этому. Забудьте о мирном договоре. Если он не подписан на условиях, при которых присутствовала Россия, у которой есть союзнические договоры с Азербайджаном, то на условиях Запада, который давит на Баку, он тем более не будет подписан. При данных обстоятельствах Азербайджану нужно со своими союзниками решать создавшуюся геополитическую проблему. Но пока надо пытаться решить эту проблему дипломатическим путем. Есть фото и видео доказательства активности армянской армии на условной границе с Азербайджаном. Но миссия ЕС, находящаяся в Армении, утверждает, что не зафиксировали никаких необычных военных передвижений. Чего добивается этим миссия ЕС? Уже давно понятно, что миссия ЕС является разведывательной миссией западных союзников против Азербайджана и против России. Они, конечно же, не будут ничего фиксировать. Надо просто сделать выводы и действовать. Это враги. Не нужно удивляться тому, что они не фиксируют какие-либо нарушения со стороны Армении. Зато они будут фиксировать нарушения со стороны Азербайджана. Это давно уже ясно. Нужно либо готовиться к боевым действиям, либо находить рычаги для дипломатического урегулирования. Какой реакции следует ожидать от Москвы по поводу всего происходящего, учитывая последние напряженности между Россией и Арменией? Москва будет наблюдать. Москва будет пытаться включать все свои дипломатические возможности, экономические возможности, международные возможности, потому что все равно тайные закрытые каналы с теми же врагами у нас остались для понимания того, что планируют западные партнеры, поддерживая Армению. У нас достаточно разведывательные возможности. Когда кто-то мечтает о том, что Москва, дескать, что-то сразу предпримет против Армении силовым путем, этого не будет. У нас достаточно экономических возможностей прижать взорвавшееся армянское руководство. Даже если Армению уже настроили против России, то ее можно запросто перенастроить путем жесткого экономического давления. Такова сущность армянского государства. Они маленький народ, который все время пытается прыгать из-под одних кураторов под других. Они никак не определятся, предавая сначала одних, потом и других. И в итоге могут потерять государственность, если не опомнятся. Какой шаг может предпринять Баку на все эти готовящиеся провокации? Гадать, что предпримет Баку, очень сложно. Каждый год осенью, если брать циклическим Баку решал вопрос силовым путем. А этой осенью намечаются выборы президента США. До осени тоже будут много потрясений. Вполне вероятно, кто-то откажется поддерживать Армению до осени. И если она не согласится на условия, достигнутые ранее в переговорном процессе, то вернут азербайджанские села, полностью делимитируется граница, полностью будут предоставлены карты минных полей. А если этого не произойдет, то допускаю решение вопроса силовым методом. Не нужно забывать, что Зангизурский коридор очень важен для Азербайджана. Если не будет договоренности мирным путем открыть дорогу в Нахчеван, то кроме силового варианта ничего не предусмотрено. Надеюсь, что этого не произойдет, но надо готовиться к самому худшему.